Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 67. Новый Завет. Насчитываем с толкованием блаженного Феофилакта и с комментариями. Ефесянам 3 глава 11 стих. По предвечному определению, которое он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Толкование блаженного Феофилакта. Хотя теперь только поздно наговорит мудрость того, что совершилось с нами, но оно изрели было и предопределено. По предвечному определению, то есть по предведению будущих веков. Ибо Бог знал будущее и таким образом предопределил. Выражение, которое он исполнил во Христе Иисусе, относится к мудрости или к домостроительству, которое совершил Отец через Сына. А Златоуст, читая место, которое исполнил, которое сотворил, говорит, что веки, веки, то есть века, время, примечание редактора, Бог сотворил или исполнил через Сына. Ифисянам 3.12. В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Толкование. Что все через Христа произошло. Это, видно, говорит, из того, что Он есть Тот, Который привел нас. Однако, не как пленники мы приведены, и не как грешники, но имеем дерзновение, и не просто, а с надеждой и упованием. Откуда же нам это? От веры. Говорит. Она, освободив от грехов, вложила в нас дерзновение и упование. Ифисянам 3.13. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Толкование. Потому что велика тайна вашего звания, и великое дело мне вверено, именно проповедь к вам. И необходимо мне подвернуться узам и терпеть зло от непонимающих тайну и сопротивляющихся си ей. Посему, умоляю вас, не унывайте, то есть не страшитесь и не смущайтесь, как будто происходит что-то странное. 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 Ибо слава ваша в том, более и состоит, что Бог так возлюбил вас, что не только Сына Своего отдал за вас, но и нас, рабов своих, ради вашей пользы, подверг опасностям и узам. Если же мои скорби служат к вашей славе, то гораздо больше вы прославитесь через собственные скорби. Посему, даже если бы и сами вы подверглись скорбям, не падайте духом. Ефесянам 3.14.15. «Для сего преклоняй колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, толкование. Так как вы удостоились такой любви и непостижимы те блага, которые вы получили и которые еще получите в будущем, то я молю, — говорит, — чтобы даровано вам была благодать вселившегося вас Христа, благодать постигнуть это и познать, насколько вы возлюблены. А что эта мольба напряженная обозначает словами «преклоняю колени мои». От Верховного Отца, говорит, всякое Отечество на земле, племена называть Отечествами, получившие такое название от имени Отцов. На небесах же, так как там никто, ни от кого не рождается, Отечествами обозначил отдельные сонмы, то есть и горние, и дольние чины Он сотворил, и от Него произошли те, которые именуются Отцами». Ефесянам 3.16.18. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота». Полкование. «Чего же я молю, а для вас, да даст вам бог богатый, желающий прославления имени своего, утвердиться в борьбе с искушениями, так чтобы не только не смущаться ими, но и переносить их. И не довольствуется выражением утвердиться, но прибавляет крепко, прося изобильных для них благ. Как же утвердиться духом его, ибо он есть подающий крепость, как и Исаия называет его духом крепости? «И не только утвердиться, но гораздо более и сильнее вселиться Христу в сердца ваши, не на поверхности, а в глубине, каким же образом, верою, ибо в верных сердцах обитает Христос, приходя с Отцом и творя в них обитель, как Он и предсказал». Иоанна 14,23 «А этого вы достигнете, когда укоренитесь в любви его, и не будете колебаться и смущаться. Итак, апостол и спрашивает для них двух благ, чтобы они укрепились духом, и чтобы вселился Христос в сердца их. Или же, чтобы вы, говорит, утвердились и стали достойными того, чтобы вселился Христос в сердца ваши. «О чем вначале он молился? Чтобы дан был им дух премудрости и откровения к познанию того, в чем состоит упование звания их и прочее. То и теперь, говорит, чтобы вы могли постигнуть со всеми верующими тайну, совершенного ради вас. Она столь велика, что простирается по всем направлениям, по всему и описал ее внешними чертами. «Приписывая ей и верх, и низ, и боковые стороны». Ибо, говорит, «Хотя я и объяснял, невозможно из моих слов понять это в достаточной мере, но только через Духа Святого. Не иначе вы можете постигнуть это, как получил от подкрепления Духа. Ибо нужна великая крепость. И если не вселился в вас Христос, мы ничего не в состоянии сделать». Григорий Женицкий говорит, что широтой, долготой, глубиной, высотой обозначается крест. Посему апостол молился за ефесян, чтобы они смогли постичь тайну креста. Ибо все домостроительство им объемлется. И самое важное в нем – крест, в котором особенно проявляется любовь Божья. Как и Господь говорит, Иоанна 14, 12. Посему и Павел указывает на эту любовь. «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией ее». Толкование. «И да, возможно, и говорит, познать любовь Христову, превышающую всякое разумение. Как же мы познаем ее, когда она превышает всякое понимание? Во-первых, Он сказал, что любовь превосходит понимание, конечно, человеческое. А вы не человеческой мыслью, но духом познаете ее. Познаете ее». Потом не то, Он сказал, что познаете точную меру ее, но то именно, что она велика и превышает всякое понимание. «Сие молю познать вам духом. И кто же, говорит, не знает сего? Все. И те, которые ропщут на обыденную действительность, и те, которые отдают предпочтение мамоне пред Богом. Так как если бы познали ее, мы и на провидение не роптали бы, и к настоящему не были бы привержены, отступив от Бога, так нас возлюбившего. Заметь же, так же, если любовь его превышает всякое понимание, насколько же более существо его? Двояко это понимали. Или да познайте, говорит, что в Отце, Сыне и Святом Духе приемлет от нас поклонение, потому что это составляет полноту Бога, троичность. Или же да исполнитесь, говорит, всякой добродетели, которой исполнен Бог. Но лучше, думаю, понимать таким образом. Будьте совершенны во всем по образу Божьего совершенства, познавая, насколько возможно, все божественное. Ефесянам 3, 20, 21. А тому, кто действующий в нас силу и может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или в чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Толкование. А я, говорит, прошу, но он и больше, чем заключается в моей молитве, сделает. Ибо не только все, чего кто просит, но и больше он может сделать, и несравненно больше, то есть щедро и с избытком. И вдвойне избыток указывает несравненно и больше, ибо возможно сделать и более просимого, но не несравненно, что значит щедро и с избытком. Но Бог может и то и другое, как Он и действительно возмог и совершил в нас великое и необычайное, усыновив враждебных Ему язычников. Так что уже из того, что Он совершил для нас, ясно и то, что сказано. И справедливо заканчивает речь словословием, прославляя до благодетеля и вместе с тем показывая величие совершенного для нас. Ибо не удивился бы, если бы не даровал Бог столько, сколько нужно для возбуждения, удивления и прославления. Не просто так же говорит тому слава, но во Христе и Иисусе. Ибо подлинно никто не может и прославить Бога, как только благодатью и силой Христовой. Ибо Он подает нам дар прославления и научает, как себе совершить. В церкви, слава Божия, и справедлива, потому что она пребывает непрестанно, и врата ада не одолеет ее. Матфея 16, 18. По всему и славословию это будет вечно. Ефесянам 4, 1. Итак, я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Толкование. Не властвовать должно учителю, а служить ученикам ради их спасения. По всему и Павел, как слуга, умоляет. Выставляет даже узы свои для успешности просьбы. Узник ведь я в Господе. То есть не за дурное дело, а ради Господа. Итак, окажите почтение узам ради Господа. О чем же я молю? Не о себе, а о вас, чтобы вы жили достойно своего звания. Вы ведь призваны к великому, восседать вместе со Христом и царствовать вместе с Ним. И не следует постромлять своего достоинства делами, недостойными Христа. От догматического же учения перешел к нравственному, придавая тем сладость своему слову. Ефесянам 4, 2. Со всяким смиренно-мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, толкование, показывает, каким образом возможно поступать достойно звания. Если мы будем смиренными, ибо тогда ты вполне поймешь, каков ты есть и чего удостоился, и смиришься, и постараешься служить своему благодетелю. И при том оно служит основанием всякой добродетели. Посему и Господь начал свои заповеди блаженства отсюда, называя блаженными нищих духом, то есть смиренно-мудрых. Со всяким смиренно-мудрием не в словах только, но и на деле, в наружном виде и голосе. И не так, чтобы в отношении к одному являть себя смиренным, а к другому нет, но в отношении ко всякому, малым ли он будет или великим. Ибо возможно быть и смиренным, и вместе с тем вспыльчивым и гневливым. Но такое смирение бесполезно. Научает, какая польза откротости и долготерпения, это снисходительность друг к другу. По том, чтобы кто-нибудь не сказал, как же я буду снисходителем к ближнему, когда он гневливый дерзок. Он указывает и способ в любви. Ибо если мы будем иметь любовь, то будем снисходить друг к другу. Ефесянам 4.3 Стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Толкование. Как в деле дух все объемлет и объединяет, так и церковь объединяет Святой Дух. Хотя мы различные по роду и по характеру и по занятиям. И через Святого Духа мы становимся единым телом. И так постараемся хранить это единение, живя в мире друг с другом. Ибо если мы не будем иметь союза любви и не будем жить в мире друг с другом, то погубим то единение, которое даровал нам дух. Подобно тому, как если бы возник раздор у руки или ноги с остальным телом, и они отказались от союза с прочими членами, то они уже не были бы под властью одного духа. И так нужно великое тщание, и мы неленностно должны поддерживать мир, крепко соединяясь друг с другом, дабы куда один стремится и другой тоже, ибо таковы союзники, они самопроизвольно распоряжаясь собой. Тогда только будем в едином духе. Ефесянам 4.4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, толкования. Не просто любви ищет Павел, но любви, делающей всех единым телом, через полное единение друг с другом, так, чтобы как члены тела они сострадали и сорадовались друг другу. И один дух прекрасно это сказал, показывая, что, став одним телом, они будут и одним духом. Или же, что возможно быть единым телом, но не единым духом, подобно тому, как если бы кто был в дружбе с еретиками, но не следовал их учению. Или же, получив один дух верой, вы должны быть и в единомыслии. Или же, духом называют одинаковое у всех душевное настроение и единомыслие. Как бы так говоря, одно тело и одна душа. Бог, говорит, призвал вас к одному и тому же, всем даровал жизнь, а равно для всех стал главой, всех со воздвиг и посадил собой, и просто всех принял с одинаковой честью. И все имеем одну и ту же надежду. Посему вы должны быть едины и по союзу любви, ибо в отношении к нему мы равны, хотя и различаемся на земле. Ефесянам 4.5 Один Господь, одна вера, одно крещение. Толкование. Ведь и нет того, чтобы ты имел высшего Господа, а тот низшего, чтобы ты спасался верой, а тот делами, чтобы тело делало свободным крещение, а того нет. Толкование. Ефесянам 4.6 Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас толкование. То есть Он над всем и через все проникает своим промыслом и управлением, и во всех нас обитает. Заметь также, что еретики предлог челес относят к сыну, а во – к духу, как будто он имеет умаляющее значение. А они прилагаются к Отцу, конечно, не в унижении его. Ефесянам 4.7 Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Толкование. «Если все, как говоришь, общее, почему же один имеет больше дар, а другой меньше? Ибо это возбуждало в них, в Коринфинах и многих других, зависть. Разрешая это, апостол говорит, что каждому дан дар в той мере, как определил даровавший. Посему, так как твой дар, так как это дар, будь доволен, потому что ты все-таки его получил, а не дан он тебе, как нечто должное. А так как эту меру определил Бог, то не любопытствуй. Ибо если Бог определил, то, конечно, это сделал вполне соответственно. Итак, необходимое и без чего нельзя быть христианину, это общее для всех. А если кто-то имеет несколько больший дар, то ты не скорби, потому что и больше труд соединяется с ним, как об этом скажет впереди. И не сказал по мере веры каждого, чтобы не предались малодушию те, которые имеют мало ее, но в хотении дающего полагает меру, чтобы вовсе даже и не дерзали рассуждать. Иписянам 4.8 Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Толкование. Что он дал дар, это говорит, видно из слов пророка. Он дал даяние человекам. Но пророк говорит, ты получил дары. А это то же самое, потому что Бог дару и дары взамен приемлет служение. А кто получает дары, получает их для того, чтобы делать и трудиться. Посему не должно быть праздным. На высоту уже вошел, или на крест, или на небо, или вознесение, или даже лучше, как видно из последующего. Он в каком же плене говорит? Об плене дьявола. Ибо он взял в плен дьявола и смерть, и клятву, и прегрешение, и также и вас, бывших под властью дьявола, и повинных сказанному. Иписянам 4.9.10 А вошел, что значит, как не то, что он и не сходил прежде преисподние места земли. Не сшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Толкование. Говорят здесь о смирении, Павел в пример указывает на Христа, как и в посланнике филиппийцам 2.8. Говорят, как он не отказался сойти, так и вы не отказываетесь через смирение унижать себя. А что снизошел, это видно из выражения пророка. Восшед. Потому что в отношении к Богу, когда говорится восшед, необходимо уже разуметь, что он прежде сходил, а о человеке еще нет. Куда же сходил? В ад. Его, конечно, называют преисподними местами земли. По общему пониманию. Как говорил и Иаков, сведете седину мою с горестью в гроб. Бытие 44.30. И Давид. Чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Слово 27.1. Итак, он сходил в самые нижние страны, за которыми уже нет ничего другого, и вошел превыше всех, на чем уже нет более ничего. И это восхождение не воспрепятствовало его восхождению. По всему и вы, если смирите себя, вознесетесь. Ради того он это и совершил, чтобы все наполнить своим владычеством и силой. По плоти, так как бы по божественности, и прежде все наполнял. Все это идет против Павла Самосадского. И не история. Ибо тот, который сошел, очевидно, как горный обитатель, сошел. И через воплощение на землю, и через смерть в ад. Один и тот же, а не различный. Ефесянам 4.11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Толкование. И знаменательно сказал он, ибо тот, который так позаботился о нас, и который ради нас не отказался сойти даже до самых нижних пределов, не просто распределил дары, но без сомнения с мудростью и пользой. Как же после этого ты скорбишь, что неблагоразумно сделано в распределении? А в одном месте говорит, что дух разделяет, в котором вас дух святой поставил, деяние 20.28. И все же сие производит один и тот же дух. 1 Коринфянам 12.11. В другом же относит это к Отцу. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, и так далее. 1 Коринфянам 12.28. И я насадил Аполлос, поливал, но возрастил Бог. 1 Коринфянам 3.6. А здесь относит к Сыну, таким образом, единое действие трех. Первый апостол, потому что и дар пророчества имелик, а пророки именно, новозаветные, не имели апостольства. Иных евангелистами, ибо, или написавшие Евангелие, или те, которые, хотя не ходили всюду, но благовествовали Евангелие, подобно Прискили и Акили. Деяния 18.2.3. Иных пастырями и учителями, так называют тех, которым верены церкви, епископов, как Тимофей, Тит и им подобное. Но можешь разуметь под пастырями и пресвятеров, и епископов, а под учителями и диаконов даже. Ибо и они, имея звание очистителей, посредством Слова очищает народ. Ифисянам 4.12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, полкования, видишь ли, какое достоинство? Каждый говорит, совершает, каждый служит делу созидания тела Христова или церкви. Зачем же ты скорбишь, как получивший меньше дар? Даже ведь и ты содействуешь совершению святых, то есть пользе верующих и их усовершенствованию. Итак, смотри, получив дар к созиданию других, из зависти к большим дарам не погуби самого себя. Притом, если к усовершенствованию верующих другой получил больше дар, пойми, что и больше труд и служение соединяется с ним, и больше по всему ответственность. А с другой стороны, не сатанинское ли свойство завидовать тому, кто совершает и созидает тело Христова? Богопротивнику ведь это прилично. Ефесянам 4.13 Доколе все придем до единства веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. До тех пор, говорит, должно всем нам, получившим дары делать, трудиться и созидать, пока не придем к единству веры. То есть, пока не явимся все имеющими одну веру, не отличаясь по догматам и не имея между собой разногласия в том, что касается жизни. Ибо тогда будет истинное единство веры, тогда познаем Сына Божия, когда будем иметь правое мнение в деле учения и будем сохранять союз любви. Ибо Христос есть любовь. Под образом совершенного мужа и меры возраста, говорит, он о совершенном познании догмата, равно как и под исполнением Христовым, разумеет, совершенное и всецелое познание его и веру, что он один из троиц и равный Отцу стал человеком, единой ипостаси в двух естествах, в волях и действиях, и что вместе с телом совосседается Отцом, и опять придет и все остальное, что право от всем мыслиться и говориться. Как же после этого в другом месте он называет наше познание несовершенным, в отличие от будущего знания. И здесь в отношении неизменяемости познание называют его совершенным. Но когда мы не и будем колебаться, тогда будем совершенны, как видно из следующего. Иф. 4.14 Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, будем же говорить твердо и непоколебимо держаться той малой меры, которую мы получили, и не будем, подобно детям, колебаться и увлекаться всяким учением. Но отойдены дары, чтобы строить и утверждать, дабы не колебалось здание. Словами, дабы мы не были более, показал, что прежде они были таковы. Включая даже и себя самого, чтобы не упреками, а добротой исправлять. А говоря колеблющимися, показывает, в какой опасности находятся души нетвердых в православии. И выражаясь образным языком, называют ветрами различные учения. Словом, лукавый называются те, которые получили прибыль от игры в кости. Таковы лжиучители, которые обращаются с людьми очень простыми, как с костями, как им угодно. И так не будем, говорит, вращаться в этом лукавстве по хитрому искусству обращения. То есть вращаться и склоняться к тому, с чего желает обольстительное коварство лжиучителей. Ибо все их искусство и хитрость направлены ни к чему другому, как обману. И прекрасно добавил человеков, так как дело Божие не заключает в себе лукавство и обмана. Ефесянам 4.15 Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Толкование Хитрые, лукавые, на словах все имеют фальшивое и ложное. И ничего в них нет здравого и устойчивого. Мы же, будучи искренни в любви к Богу и ближнему, не ложное имея учение и живя ли не вецемерно, ибо здесь, кажется, Он дает уроки жизни. Да возрастим во Христа. Все наше, и жизнь, и догматы. Ибо с Ним, как главой, мы должны сообразовать все свое, чтобы не приносить ничего несогласного и не гармонирующего с главой, но все иметь возвращенными по Нему. Ефесянам 4.16 Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Толкование Мысль этого места такова, хотя и неясно высказана, как в теле дух, не сходя из головного мозга по нервам, не просто сообщает всем членам чувствительность, но сообразно свойствам каждого, одному способному воспринять больше – больше, а способному воспринять меньше – меньше. Так и Христос нашим душам, которые суть его члены, раздает свои благодатные дары не просто, но при действии в свою меру каждого члена, то есть сколько каждый в состоянии вместить, и таким образом все тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Да иначе невозможно воспринять воспоможение свыше нисходящего духа, который нас оживляет и возвращает, если мы не будем соединены и объединены любовью, как одно тело, подобно тому, как если бы примерно рука отделенная от тела и могла бы более воспринимать воздействие от духа, потому что она отрешена от тела. Так и мы. Если не будем иметь единение, не получим нисходящей от головы нашей Христа благодати духа. Для того это и сказал. Тело составляемое и совокупляемое. Дабы показать, что члены не просто положены один подле другого, но соединены между собой, и каждый занимает свое место, и не вывихнут, и не обезображен. Итак, наше тело самих себя, наше дело самих себя скреплять и соединять посредством любви. А дело Христа, главы нашей, не спасать духа. Итак, вся речь о смирении и единении. Слова же посредством всяких взаимно скрепляющих связей показывают, что дух, разливаемый и подаваемый главой, осязательно касается всех. Итак, тело растет и созидается через то, что подаяние духа касается членов, и что он действует в них, ибо сие значит при действии, или что им доставляет силу действовать. Все.